На прошлой неделе мы начали разбирать третью книгу, книга «Левит». И что интересно, что ход событий в книге «Воихра Левит» почти полностью останавливается. И возобновляется в книге чисел. И эта задержка, это не случайность. Как раз о том, что мы говорим сегодня, о том, что сказал Леон, о том, что нужен нам прорыв. И книга «Левит» говорит о различных жертвах. В книге «Воихра» мы говорим о зевахе, о всесожжении, о посвящении, о зеваххулах, о зеваххулахе, о зеваххулахе, о зеваххулахе. Какие есть приказы в Тибет? Есть приказы на благословение, если мы не посвящены. И подобно Израиль, как Израиль на пути к Ханану, Каждый из нас, люди, на пути к спасению, должен в какой-то момент остановиться, Он требует, в шлябе, в шлябе, просто разобраться и задать тебе вопросы. Как я живу? Как я живу? Что я делаю? Что я делаю? Эфишинали мои жизни, Господи. Он соответствует Ленина Божьему слову и Божьему стандартам. И на прошлой неделе Алексей начал немножко затрагивать этот вопрос. Алексей начал легать в это в 3-4. Тима, Саша, дополняли немножко. Тима и Саша, ищем его. И то, что Саша сказал, он сравнил компьютер с филусом, Истой Ишу, он как бы наш антивирус, Иоанн, Истой Ишу, он как бы наш антивирус. Иоанн, Истой Ишу, он антивирус. Который забрал наш эгрекист. Мы можем делать, что хотим, но Господь нас в реально защищает. Иоанн, Истой Ишу, он защищает. Нам важно не попасть в обман. Это не говорит о том, что мы можем что угодно делать, И благодать нас будет покрывать. И что мы все равно будем спасены. И как в первом карлифе нам написано, что оно как бы из огня. И в первом карлифе нам написано, что оно как бы из огня. И вопрос о том, чтобы мы могли дойти до конца. И Ишу об этом подчеркивает. И Ишу до конца спасется. Итак, во икра. Вы заметили, наверное, что сейчас Буш сказал с 6 главы 1 стиха. Это на самом деле в оригинале это так. Но у наших синодальных это 6 глава с 8 стиха. Но в Тербурмах Руссии это переговор. Пасух 7. Потому что в оригинале там не 19 стихов от 26. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ну, хочу подчеркнуть, что есть небольшая разница в той главе, которая была во икра, о чем говорил Алексей. Если вы помните, в 1 главе 2 стихе написано, объявите сынам Израилем и скажи им. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, и там перетесление. Говорится о жертвах. То есть это обращение к Израилю, объявите сынам Израилем. Если смотреть сейчас ту главу, которую мы сейчас разбираем ЦАВ. 6 глава с 8 стиха. И сказал Господь Моше, Говорит о победе севрит от ЦАВ. Не о победе, а о победе приказы. И мы говорим о Пасухе. В Иверии это Пасух 1. В Руссии это Пасух 8. Что сказал Господь Моше, Аарону и сынам его, вот закон всесожения. Всесожения пусть остается на месте сожигания на жертвенники всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. Что мы видим здесь, говорится о жертвах. Здесь приказ первосвященнику Аарону и Пасухской. Делать вот именно так и не иначе. Если в начале левитов написано народу Израиля объяви. То есть перед народом будет стоять всегда выбор. Как поступать, исполнять или не исполнять. И сегодня все равно в нашей жизни стоит постоянный выбор. Но перед первосвященниками выбора не было. У них было повеление, приказ. Мы видим описание различных жертв. Мы видим все решения о том, как левит. Как левит. За грех. Мирная жертва. За грех. За грех. За грех. За грех. За грех. И не все для многих из нас непонятно. Что это за жертвы. И для того, чтобы понять, нужно вникать в слово. Учился. Быть вместе. Разбирать какие-то речи. Учиться у тех, для которых уже открыто это. И можно даже заглянуть какие-то ведраши. Но что написано? Что такое жертвы. Что такое жертвы. На прошлой неделе Дима еще подчеркнул тоже корбан. Дима, я приглашу к миле корбан. Сейчас мы видим сколько жертв корбанов. Что такое жертвы. Что такое жертвы. Корбан, это каратор приблизится к Богу. Мы знаем, что в нашей жизни тоже есть какие-то шаги, чтобы приблизиться. Мы знаем, что мы должны делать сады и сады. И сады. С одной стороны, они указывают на многосторонние жертвы. И сады. И сады. И сады. И сады. Мы знаем, что Ишоα первосвященник. Это первосвященник в будущем плане, написанное евреям в в пятой главе и что он исполнил поделение Бога Отца совершил эту жертву всесожжение что такое всесожжение это как посвящение полностью самого себя положить на жертву оттать свою жизнь полностью это не говорит о том чтобы ты обязательно только ходил на собрание святых молиться прославля но это также говорит о том чтобы мы в своей жизни были посвящены во всем и в семье и на работе и где бы мы ни находились чтобы мы постоянно имели контакт с Богом Отцом через Иешуа Мессия потому что Писание говорит если Иешуа у нас первый священник через него мы избраны быть царственным священством и он наш авторитет он наш пример подражания он наш учитель и мы должны учиться у него и не так просто быть служителем я смотрю на пасторов на уле он на других пасторов которые полностью посвящают свое служение для людей и у них не простая жизнь борьба с самим собором потому что тоже мы люди есть какие-то проблемы в своей жизни но есть то что мы можем двигаться прорываться в этой жизни и для этого нужно нам быть постоянным контакт чтобы мы начали с прошлой недели говорить мы читаем о том что все сражения пусть остаются на месте сожгания сжектника всю ночь и до утра это постоянно все 7 дней в неделю это круглый год постоянно это постоянно и мы видим читаем из этих глав что первые священники они постоянно были в работе у них не было выходных и проходных даже в шаббат они принесли жертв здесь священника это посвящение посвящение своим близким семье посвящение общения и те которые рядом с нами находятся люди на работе где ученцы где бы это ни было и тут написано сожгали нажатники всю ночь до утра как я понимаю что такое ночь и утро мы находимся среди этого мира который во тьме но придет время когда наступит настоящее утро это тогда когда ешов придет и мы выйдем из этой тьмы и окружите его пусть горит постоянно и мы должны гореть в нему но как поддержать этот дрова я пишу что нужно подкладывать дрова что такое дрова это продукт жизни смерти продукт в Торе написано что Тора является древом жизни Крича 3 года ясула сравнил себя с деревом и что это учит что тот материал который есть эти дрова это горючее может поддерживать в нашей жизни пламя огня и что это может быть это наше самое утро благодарение с самого утра благодарение молитв хвала поклонения наша благодарность во всем только за хорошее но и за плохое потому что все что происходит все во благо а не на зло то есть через даже негативные мы получаем уроки что описание для всех движется живет и существует и мы должны гореть и смотрите с чего началось посвящение посвящение с самовением с никвы и каждый из нас прошел миг многие из нас и мы обещали доброй совестью и идти за Господом служить им и на прошлой неделе я вообще задел вопрос что мы каким-то образом угасли осуетились и пора в конце концов выйти из этого плена и быть светом для этого мира чтобы нас огонь не погасал и из этого я хочу как бы итог подвести уроков и первое это остановиться и задуматься поразмышлять и второй это чтобы на самом деле быть посвящен наше жизнь это посвящение и третий урок чтобы мы могли вкладывать в нашу молитву и вкладывать дрова чтобы они угасли и мы должны ускорить и в этом наша жизнь прорыва я хочу рассказать один шум который мне приснился месяц назад я поделился немножко с ревоном и с другими и этот я вижу что он пророческий мы находимся в определенном каком-то свете но это не тот свет который по-настоящему и потом спускается свет более мощный он неослепляющий такой мягкий нежный и рисунки растворяются и мы выходим на свободу я разгустил весь день над этим и я понимаю что мы очень многие и сегодня находимся в каком-то плену то я подумал что многие они знают что мысли устроиться своей жизни своих домов и как писание смерт жить власть языка и наше посвящение будет служить тем что мы сами вникая в писании мы можем быть из этого прямо и я вижу какой процесс сейчас у нас вообще как вот это прорыв в проем еще